Всем привет! Сегодня 5 февраля, зимний солнечный день. Я оставляю свою машину на французском паркинге и еду закрывать один свой детский гештальт. Я в свое время очень любил французские комедии, в частности с Луидой Финессом. И одна из, ну не то чтобы любимых, но прикольных комедий, полицейский из Сан-Тропе, жандарм из Сан-Тропе, точнее будет так. И вот именно в сторону Сан-Тропе я сейчас отправляюсь, есть пару если, если мне откроют здесь ворота. Вот дорога, тут через заборчик надо перемахнуть, а там ворота, и они по-моему были закрыты. Сейчас нужно добиться каким-то образом, чтобы мне эти ворота открыли, чтобы я смог попасть на этот Сан-Тропе. Это вдоль Средиземноморского побережья, порядка 45 километров, мне предстоит проделать путь, но я надеюсь, я его проделаю. И вот собственно говоря, ворота. Они на замке походу. Да, и надо позвонить, чтобы открыли. Ну будем пробовать попасть. Ну и вот я уже снаружи, открыли мне ворота. Тут просто в описании этого паркинга, значит, что здесь достаточно часто происходят такие неприятные инциденты. Много мигрантов лазят по кабинам, но поэтому французы закрывают ворота, чтобы минимизировать. Хотя, конечно, все эти ворота и замки от честных людей. Вот такая вот замечательная, меня окружает окружность. И, в общем-то, я еду туда-туда, где Средиземное море, где Сан-Тропе. Но сначала город Фирджус, по-моему, так он называется. Ну или как-то так. Ну а уже потом, собственно говоря, через много-много километров и будет Сан-Тропе. Это вот у нас магистраль, по-моему, восьмая, а я не помню уже. Я даже не стараюсь запоминать сейчас номера магистрали, потому что навигация водит. И, в принципе, пофиг, как она называется. Вот так вот выглядит французский паркинг. Почему я называю эту страну благословенная Франция? Потому что, ну, нигде больше нет таких классных парковок, как в этой стране. Да. Ну, мое личное мнение. Едем. Пусть вас не удивляет, что продолжение репортажа снова на парковке. Мне пришлось вернуться. К сожалению, с возрастом наступает не только маразм, но и склероза. Склерозу я забыл выполнить некоторые действия с тахографом. И в результате мне пришлось с 7 километров возвращаться обратно. Заодно смазал велосипед. Плохо переключались передачи. Ну, и не забыл посмотреть в зеркало. Я надеюсь, этот досадный инцидент будет единственным сегодня. Конечно, потерял я часик. Но одно, что сделать. Такова целева. Едем дальше. Вот не перестаю удивляться феномену, что чем южнее, тем меньше в городах, ну, и в окрестностях велодорожек. Казалось бы, Средиземноморье, побережье теплого, классного моря, офигенная погода, должны гонять на великах. Ничего подобного. Гоняют на мотоциклах и автосиках. И, соответственно, велодорожек очень мало. Приходится дубасить вот по таким вот магистралям фактически. Ну, это не магистрали, это дэшка такая. Она просто очень модная. Зато весело объезжать вот такие вот пробки на кольцах. Я вот с тем бусиком, который спереди, ну, типа газельки этой тентованной, я с ней уже четвертое или пятое кольцо вместе проезжать буду. Я его на кольце обгоняю. Потом он объезжает, обгоняет меня. И так вот мы... Сейчас решил меня не пускать. Ну, ладно. Ладно, продолжаем дальше. Посмотрим, что дальше будет. И вот уже я вынужден забирать свои слова обратно. Построили здесь дорожку. И не просто дорожка, а великолепную, супер, мега офигенную велодорожку. Но корни деревьев ее портят. Вот такие вот тут волдыри на ней выскакивают. Там уже за кустами морочка. Я уже его пару раз видел. Но сейчас эта дорога пойдет вдоль побережья. Сент-Ропе находится в таком как бы заливчике. Ну, рядом с заливчиком. И вокруг него мне нужно объехать, чтобы туда попасть. И я надеюсь, эта будет дорожка сопровождать меня. Точнее, я буду ехать по ней до самого Сент-Ропе. Великолепная февральская погода. В Средиземноморье. Просто сказка. Едем дальше. Ну и, конечно же, не мог я обойти стороной. Это даже не пляж. Это просто чудо. Офигенно! Невероятно классный, великолепный, песчаный, Средиземноморский пляж. Я тут, как только увидел, сразу сюда приехал. Начал делать фотографии. Сейчас вот снимать видео. Ну, это просто... Это просто что-то невероятное. Пятого февраля. Блин! Ну, чудо! Просто чудо! Там люди, кстати, в заливчике купаются. Я, конечно, не уверен, что вода так локально прогрелась настолько, что можно купаться. Но, тем не менее, факт остается фактом. Люди сейчас, 5 февраля, купаются. Но они и раньше купались. Потрясающе! Просто потрясающе! Снова пропала велодорожка. Зато, периодически, появляются невероятные по красоте виды. Просто я не буду приводить эпитетов. Любые в превосходной степени подходят сюда. Дорожка отличная. Французы пока ездят аккуратно. Стараются держаться от меня подальше. Но тут много велосипедистов на самом деле. Здесь вот стал ехать по этой дороге. И мне стали часто попадаться группой велосипедеров дубасичек прямо по проезжей части. Но они на спортивных великах. А вот, кстати, о, велодорожка. Странно. А куда она ведет? Ну, ладно. Мне с этой дороги лучшие виды открываются. вон, девчонки уже пляжутся. Обалдеть. Обалдеть. 5 февраля. Класс. Попробую-ка я по этой велодорожке поехать. Интересно, куда она меня приведет. здесь попадаются вот такие вот заливчики. Ну, покупаться здесь вряд ли получится, хотя такие камни вроде достаточно ровные. Но виды, виды с каждым разом все лучше и лучше. вообще супердомики такие. Конечно, жить в таком, наверное, наверное, офигенно. Наверное, все-таки, да. А это рыбачок. Что-то ловит он или так просто наслаждается легкой морской волной. Решила не ехать по велодорожке. Она куда-то там в горы ведет, где-то там путешествует сама по себе. Мне неинтересно. Мне, конечно же, интересно такие виды видеть и созерцать. Блин, передачку не включил. Как-то резко опустела дорога. Только что шумело-шумело, чик никого нету. И велосипедисты. Вот я как только выключаю камеру, появляется толпа велосипедистов. Как только я включаю, они чик-то исчезают. Вот странная фигня. Ладно, продолжаем ехать. Какие тут потрясающие тенистые скверы. Ёлки, кусты и море. И море. Все условия для получения удовольствия и для релаксации. Созерцая виды, сидеть за деревянным столиком, пить принесенный с собой кофе и посмотреть на вот такой вид. Я обязательно это сделаю. И вот, собственно говоря, залив. И вот, по-моему, вот там, вдалеке, как раз-таки находится Сент-Ропе. Вот на том дальнем мысу. мне сейчас предстоит это все великолепное водное пространство обогнуть по великолепной французской дорожке. Так что, мне еще долго пахтеть. Какие чудные здесь виды. Вот эти кулаковые ивы. каждый год обрезают, чтобы такие кулаки у них получились. Да, конечно, еще не сезон, но это не менее находиться здесь чрезвычайно приятно, а погода просто божественная. Не жарко, не холодно. Плюс 16 где-то сейчас просто бомбическая погода до февраля. и не менее бомбические места. Но это еще не Сент-Тропе, но уже в общем-то в одном заливе. город, не знаю, как он называется. Но очень, очень, и очень. Ух, какой красивый пляж там. Ай-яй-яй. Прям не хочется выключать камеру. Хочется забрать с собой навсегда эти впечатления и хранить где-то в кармане. Когда вдруг стало резко холодно, зимно, ветрено, достал, согрелся, получил удовольствие и погнал дальше. Речка, речушечка. Очень любят французы триумф. Много мотоциклов триумф. Очень много. Даже больше, чем Дукати. Где Дукати меня тоже уважает. Ладно, едем дальше. Но этот вид вообще невероятный. Вода. Слово прозрачное для нее даже не очень подходит. Всепроникающая. Невероятная водичка. Очень красивая местность. Я уже отмахал почти 52 километра с учетом моих кружев туда-обратно. И вот вот там можно собственно говоря и сам Сент-Тропе. Осталось три километра до него. Я еду как будто на встречу с детством. на самом на самом деле мне очень нравится эти киношки. Я всегда мечтал побывать в этом месте. И у меня сегодня была возможность, был выбор сент-Тропе. Либо остановиться в пяти километрах от Монако, поехать в Монако, или там буквально пять километров, или остановиться и за пятьдесят километров поехать в Сент-Тропе. Я без колебаний выбрал Сент-Тропе. Монако конечно круто, это конечно мажорно и прикольно, но сент-Тропе меня манит больше. К тому же возможно даже не сам сент-Тропе, а путь вот этот пятьдесят километров привлекает меня больше, чем путь пять километров до Монако. Тут прям сложно сказать. что явилось окончательным триггером того, что я решил поехать в Сент-Тропе сегодня. Ладно, последний рывок остался. Черт подери, по невероятному стечению обстоятельств я пропустил знак дорожный с наименованием этого населенного пункта, а это уже все-таки сам Сент-Тропе. какие-то бородатые дядьки бюстами выставлены на показ. Так, а мне куда? Ну, мне ближе к морю. Вот так дорога разделилась, и одна идет вдоль моря, а вторая как бы, короче, ладно, сейчас посмотрю, куда мне ехать. На самом деле, пока я рассуждал, я уже приехал. Я смотрю, здание знакомое, думаю, что это за фигня, откуда она знакомая. А вот она, это та самая жандармерия, которая участвовала в съемках знаменитого фильма Жандармы Сент-Тропе. Это прям музей. А-а-а-а, вот это в чем дело, это музей этого кинофильма, этой серии фильмов, потрясающе, надо сделать фото. Естественно, я сделал несколько фотографий, но и вообще ощущение, конечно, необыкновенное. Как будто встретил очень старого-старого знакомого, которого ни разу не видел. Такой оксюморон, но тем не менее. потрясающее место, потрясающий город. И сейчас я хочу попасть на набережную Сент-Тропе, которая тоже многократно участвовала в съемках этого замечательного фильма. Блин, как туда попасть, непонятно. Дорога вообще с односторонним движением, то есть и она конечно же не в мою сторону, но это порядка вещей ездить против шерсти. Здесь у меня это постоянно проскакивает. Наконец-то я сейчас найду дорогу, чтобы ехать по шерсти, в частности вот это, и поеду к набережной. Как-то так. А, ну я уже практически выезжаю. Тут интересно вот эти вот улочки узенькие. Вот эти вот офигенный город. Город бомбический офигенный. Ой, куда-то я приехал. Ксеница прикольный такой как бы ракушки, да? Если я поеду сюда, то я поеду опять против шерсти. Но там набережная, поэтому надо куда-то ехать. ехать. я и приехал. Да, бедных тут нет. нет. Ну и тогда, когда снимался кино, здесь как бы бедных особенно и не было. ну а сейчас это прям очевидно. Так, дорога здесь опять с односторонним движением. Естественно, опять не в мою сторону, но с этим ничего не поделаешь. невероятно. Я смотрю на флаги яхты британские, флаги французские. что-то в российских флагах не видно. Хотя они должны по идее быть сто процентов. Но должны быть русские яхточки. Швейцарские. С непонятными флагами. Ну вот. Вот я и в Сан-Тропе. Сбылась очередная детская мечта. Удивительное дело. Ага. А вот кстати Бригантина 2, где я не знаю в чем этот корабль заменит, но там вот изображены герои этого кинофильма. Ладно, поеду еще искать что-нибудь интересное. Но сначала надо перекусить. Что-то я проголодался. На самом деле какая прозрачная вода. Обалдеть можно. Офигеть. Ладно, пойду на где место присесть с хорошим видом да перекусить. а вот как выглядит залив или как называется Каланка. Я не знаю, вряд ли это Каланка, это залив на самом деле, в котором стоит город Сен-Тропе. Вот бухточка, в которой толпятся десятки красивейших яхт. и где-то здесь камушек, на который я присяду и буду вкушать. Какое потрясающе все-таки место. Будьте здоровы. Кто-то там выщихался. Кто-то. конец. Ну вот где-то здесь я расположусь. Я сидел, кушал свои сэндвичи, пил кофе и ловил себя на мысли, что мне вообще никуда больше ехать не хочется. Я бы тут сидел и день, и два, и больше. Смотрел на это потрясающие виды и блин. Но ехать все равно надо. Поеду сейчас прокачусь немножко по городу. небольшой, тут всего 4000 жителей. Но очень знаменит этими фильмами своими. Тут снималось много фильмов знаменитых. И этим они прославили этот Сан-Тропе. Вообще это как бы рыбацкий поселок. Я тут Википедию даже открыл. Когда-то тут были исключительно рыбаки. Но сейчас тут исключительно туристы и те, кто помогает им наслаждаться жизнью. Рыбацких лодок я тут как бы не вижу. Не, ну из любой можно ловить рыбу. Но мне кажется, что они для этого созданы вот эти лодочки. Вот как-то так. Едем дальше. Ух ты! Внезапно этот город оказался красивым не только около моря, но и так сам по себе просто такой прям образцовый туристический городок. Вот сработала защита от несанкционированного проникновения. Классные улочки тут. Я хотел, на ту улочку попасть, откуда-то выезжает чувак. Там тоже было очень интересно. Вот она. ну а я хочу забраться на гору. Тут есть какая-то гора. Хочу туда наверх заехать и оттуда сделать несколько снимков этого замечательного городишки. Так что надо искать путь наверх. ну и вообще какой-то путь. Тут классно красиво тут ночью все это светится все это сверкает и сияет. Ну в Википедии говорит о том, что этот город славится своими ночной жизнью. Что тут прям так красиво что прям красиво красиво. прикольно. Надо включить наверное карту посмотреть куда мне ехать. А то в этих улочках заблудиться можно на раз. Как-то так. Ты камеру не выключай. Тут за каждым поворотом открывается чрезвычайно интересные места. Я просто немножко развернулся чтобы заехать с подходиком так сказать. Такой дворик но это трудно язык не поворачивается назвать площадью но может быть для этого города это как раз такие площади чрезвычайно компактная такие растения в кадушках и все очень очень плотненько хотя как указывает та же самая википедия союзнички тут используется город для проведения своей наступательной операции но судя по всему они не сильно бомбили а вот дорога наверх ну в общем-то крадусь туда по этой дороге очень интересная брусчатка блестящая и ровно уложенная что хорошо для меня где-то старая крепость еще есть вот куда-то я выехал туда куда наверное нужно было мне выехать поеду на эту гору заеду полюбуюсь видом оттуда или зайду судя по всему ладно посмотрим я собственно говоря забрался на холм вот как выглядит старая цитадель вход в нее сегодня по какой-то необъяснимой причине закрыт может быть не сезон а вот кстати интересное событие ну не то чтобы событие но для меня я никогда не видел как в естественных условиях цветет самый 8 мартовский цветок мимоза выясняется что это просто обычные кусты вот они вот эти желтые штуки это собственно говоря и есть мимоза самый такой цветок который дарят на 8 марта и я так ехал я просто не первый раз сегодня его вижу и пытался вспомнить а видел ли я когда-нибудь вообще как он цветет и я понял что вообще ни разу я только видел его на ветках в армян на лотке и все а вот интересный интересный факт кстати надо этот факт запечатлеть да пойду-ка сделаю пару фотографий необычно но вот 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 как-то так а потом покажу что там дальше и вот какой замечательный вид открывается на залив на море но это другой залив это уже следующая колонка противоположная от Сан-Тропе их тут невероятное количество этих заливов заливчиков и в общем-то очень живописно и душевно офигенное место вообще не хочется выезжать отсюда завтра сюда еще раз вернусь тем более завтра воскресенье еще можно будет приехать приходится остро сожалеть что закрыта цитадель потому что виды отсюда открываются просто фантастические и тропинка вот эта она конечно невероятная а мне нужно две руки чтобы по ней ехать потому что с одним тормозом по письку с камушками весьма себе стремноватенько так что буду наслаждаться видами стропы в одиночестве тропинка ненадолго стало немножко получше я решил все-таки показать вам вот эти прелестные виды которые отсюда открываются как как все-таки здесь хорошо надо сделать пару фотографий отсюда запахи запахи стоят вообще удивительное весеннее мимоза цветет там еще какие-то деревья цветут и море пахнет и все это вместе создает удивительный просто удивительный фон невероятные места к моему большому жаль снять виды с высоты птичьего полета мне не удалось я не настолько высоко летаю и цитадель закрыта и вообще все не удалось ну ладно зато зато я здесь что еще может быть лучше вообще очень много мимозы на самом деле и цветет она в полный рост и пахнет вообще невероятно так ну а я еще раз немножко прокачусь по этому городу может быть что-нибудь на этого интересное ну и уже надо выдвигаться в сторону автосика потому что время 4 пока туда пока сюда еще 45 километров пилить неохота вообще не хочется просто неохота там можно и по темноте ехать дороги хорошие свет есть я просто молчу просто снимаю то что вижу и наслаждаюсь классно уже блин хорошо так весенним днем 5 февраля клево клево уже вполне себе без натяжки можно назвать центральной площадью Сент-Тропе французы в своем обыкновении развлекаются шарокиданием разбились по кучкам и вот шара кидают наслаждаюсь как я хорошей хорошей погодой сегодня что-то я тут ярмарки сегодня не видел может быть наверное Сент-Тропе она не предусмотрена этот город для других целей душевный город прям французский так вот как может быть насколько вообще можно быть французским вот Сент-Тропе именно такой есть потрясающе я сейчас судя по всему обратно выкачу к набережной не не выкатил ну ладно сейчас куда-нибудь выедем решила напоследок объехать вокруг этой бухточки порта города Сент-Тропе посмотреть на эти это не мега но офигенные яхты очень 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 как-то прям людно-людно блин там там еще один порт есть я его кстати объехал там получалось я проехал немножко в глубине города и не видел еще часть порта да клевый здесь пожарный гидрант выкачевали а там судя по большому количеству мач мач парусный флот притаился ну да как неохота выезжать отсюда невероятно но придется потихоньку чалиться но у меня впереди много великолепных видов вся дорога идет вдоль моря вся она великолепная вся прекрасная вся очень интересная поэтому я не особо огорчаюсь обратный путь будет тоже весьма весьма себе симпатичным ну а если что-то увижу обязательно покажу решил еще раз проехаться ну точнее не еще раз а просто вот это главная у них улица можно сказать местный Бродвей средоточение бутиков кстати многие не работают потому что не сезон и несмотря на то что на самом деле мне кажется что людно но тут внутри города не так чтобы прям ах а когда нет солнышка так и даже прохладно да я очень доволен посещением этого места меня прям здесь расслабило растащило я прям очень очень и очень доволен закрыл свой детский гешталь и и в принципе завтра еще наверное повторю но посмотрим тут побережье на самом деле очень интересное тут много разных я обратно выехал на эту площадь много разных интересных городов на побережье много разных интересных мест которых можно и стоит посетить ну и поэтому завтра посмотрим куда меня потянет в какую сторону ну туда и поеду сейчас я хочу еще раз запечатлеть ту самую жандармерию тех самых приключений жандарма из этого самого сент-тропе и катить в сторону дома от как-то так не зарастает народная тропа к этому зданию французы любят все-таки этого персонажа и вот я не успел заснять вот что здесь написано музей жандармерии сент-тропе меня в музей не пустят в связи с тем что у меня прививка одноразовая а требует они двухразовая прививка поэтому в музей меня как бы не пустят я даже не пытался чтобы не расстраиваться как в прошлый раз странно соседствует оленя русалка или то не русалка это принцесса какая-то я чтобы не ездить против шерсти поеду наконец-то по правилам вот по этой дороге вокруг вокруг этого залива каланки буду наслаждаться вечерним заходящим средиземным солнышком средиземноморским солнышком ну и все что интересное показывать и сообщать вот кстати как организован автовокзал и блин я все-таки хочу найти знак Сент-Тропе как так-то чуть-чуть я его не могу найти ну и по поводу туристов их количество как правило за стоянка забита сейчас она практически пуста не сезон для меня вполне сезон я прям наслаждаюсь погода просто просто бомбическое я смотрю на эти плантации деревья в кадушках я помню как я их возил из Испании в грузовике пальмы оливки вот прямо какие ставят грузовик или кладут если вот такие высокие шпили и везешь к грузовичке это дело во Францию они все привезены из Испании вот эти штуки какие слоники прикольные наверное фигурки наверное можно купить или что-нибудь тут делают или просто стоят тоже прикольно я тут немножко отвлекся хочу в магазин отскочить купить попить и пройду дальше ну вот и закончились мои субботние Сан-Тропезные приключения я возвращаюсь в автосик проехал 105 километров ну в общем-то нормально себя чувствую мог бы еще 50 а то и больше проехать блин приехал ко мне рефрижератор рядом встал полупустой паркинг офигеть можно в принципе народу вообще мало и как бы для немецких для немецких паркингов картина непредставимая а для местных это вполне себе нормально вот автосик пойду я в душ если будет там возможность и байки так что как-то так всем пока 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 Продолжение следует...